Ну что ж, еще раз добрый день, уважаемые слушатели, продолжаем бизнес-канал в эфире нашего канала, его вторая часть, сейчас под названием «Бизнес-класс». И тема сегодняшнего эфира замечательная и как-то перекликается с предыдущей темой, сухого остатка. Будем говорить сейчас о том, как найти профессиональные кадры для предприятий, профессиональные кадры для предприятий. Значит, в студии у меня представляю с удовольствием, не первый раз, и это отрадно, в студии Григорий Котомин, генеральный директор компании CG Quorum. Григорий, добрый день. Да, добрый день, добрый день слушателям, добрый день вам. Добрый день. Уважаемые слушатели, я вам напомню на всякий случай, у вас есть возможность к нашему разговору присоединиться, позвонить нам в студию, телефон 6510-996, код города 495, либо написать там на сайте finnam.fm, ну и вопрос, опять-таки, традиционно первый вам, насколько вам кажется легко в России найти профессионала для любого уровня, для любого уровня, да, начиная от топ-менеджера, заканчивая там низкоквалифицированным трудом. Вот есть ли у нас такие профессионалы, есть ли проблемы, точнее, в их поиске. Вот, а то, о чем рассказывает Григорий сегодня, вот за эфиром он меня там проанонсировал, это очень интересно, на мой взгляд, такое комплексное решение проблемы, да. И тем не менее, Гриш, прежде чем мы начнем наш разговор, у меня вопрос, касаемый предыдущего нашего эфира, общались мы здесь с замечательным Игорем Левиным, ученым-инноватором, в общем, он рассказывал много всего интересного, но основная тема какая была, мы пытались определить, как в России обстоит вот эта вот, я бы сказал, такая стратегическая взаимосвязь между государством, наукой и бизнесом, да, когда наука является поставщиком идей, эти идеи реализует бизнес, и государство, соответственно, каким-то образом и то, и другое должно поддерживать, стимулировать, я не знаю, там, создавать условия для развития, ну, вот так видится идеальная модель, на твой взгляд, в России существует она, или где-то что-то хромает все? Да, связь однозначно есть, это точно, это факт. Уже хорошо. Да, связь есть, всегда вопрос, как бы, эффективности и продуктивности, да, вот этого взаимодействия, которое строится. Я считаю, что оно не всегда таковым является, да, на самом деле, потому что... Всегда эффективно, не всегда продуктивно. Не всегда эффективно, не всегда продуктивно. А вот во что упирается, на твой взгляд, как правило? Мое мнение, что, ну, во-первых, есть ощущение, да, что у каждого из участников, да, этой тройки, по крайней мере, складывается такое ощущение, да, есть некие свои приоритеты, есть некие свои задачи. Но это нормально ведь? Это нормально. Просто они должны совпадать, пересекаться? Да, чтобы работать вместе, все равно должны быть какие-то точки соприкосновения, какие-то общие темы, общие моменты, ну, или, по крайней мере, общая задача большая, она есть. Задача стратегическая, да, да, да. А вот у каждой занимает определенную свою роль, где-то есть соприкосновение, пересечение, интеграция какая-то, да, всех этих моментов. Мне кажется, что с этим есть сложность, действительно, да, потому что, если, например, взять связку бизнеса и государства, да, то есть мне кажется, что здесь есть еще некий, ну, вообще, вот что обеспечивает эффективность связи, да. Я думаю, что, ну, в моем понимании, очень часто это элемент доверия, который, собственно, формируется. Причем, я бы сказал, двояко, да, бизнес не доверяет или доверяет государству, и наоборот, государство доверяет. Абсолютно, абсолютно, да, то есть в этом есть момент, да, потому что порой возникает, я не говорю, что это факт, да, просто создается ощущение, да, у одной или у другой стороны, да, что где-то есть некая формальность, да, где-то есть какие-то вещи, которые, может быть, делаются. Знаете, есть такой тонкий момент, мы иногда путаем эффективность с активностью, да, вот как бы эффективность. Той активностью, которая для галочки, да, как в свое время говорили, да, 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 согласен. То есть количество транзакций и прочих моментов еще ничего не значит. Да, ни к чему, да, совершенно. Абсолютно, да, поэтому, и порой наоборот, какие-то активности, которые кажутся, ну, то есть у меня был опыт там, да, я несколько лет поработал сам на предприятии, на производственном. Наемным, наемным, да? Да, был наемным сотрудником, ну, занимался вопросами обучения персонала, отбора, управления персоналом, там, и так далее. Хотя такая тоже спорная тема управления персоналом, да, руководители управляют персоналом, ты занимаешься... А тут есть специальный человек, который управляет персоналом. Да, 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 вот. Вот, и, то есть я эту тему очень ярко видел, здесь можно сравнить, знаете, когда есть, ну, некая головная структура, есть некая структура, там, предаточная, да, условно, то есть, ну, не предаточная, чуть аффилированная, но чуть ниже уровня, да, условно, немножко с другими функциями. Вот, на производственном предприятии очень часто возникает такая история, что есть некая холдинговая или головная структура. На простом заводе это просто заводы управления, да. Кстати, если посмотреть, скажем так, современные заводы, не буду говорить западные, современные заводы, потому что в России таких тоже много сейчас, да, они даже по своей архитектуре и конструктиву отличаются, то есть нету отдельного здания и завода, да, это одно здание. То, что было раньше повсеместно, да, действительно, заводы управления, там, белые воротнички. То есть я работал, да, я работал на заводе, где было заводоуправление, отдельно стоящее здание, и до одной площадки, там, 300 метров, да, до другой площадки 2 километра, до карьера, там, 10 километров, да. И это вот стандартная тема, да, то есть когда, типа, вот сидят эти умники в заводе управления, чего-то там придумывают, да, а мы вот здесь, на передовой, да, должны вот этим там вещам потакать, следовать или там, реализовывать, да. А у меня тут горит, вот, и это, и этот разрыв, он постоянный, да, то есть, соответственно, это вызывает отсутствие доверия, что можно переложить на тех участников, о которых мы с вами говорили там, да, и, соответственно, желание реализовывать то, что тебе предлагают реализовывать, да, и буквально недавно общался с коллегой, она говорит, вот, мне задали вопрос, как повысить эффективность линейного персонала производственно, какие схемы, именно, обращая внимание, нематериальной мотивации, можно применить, да, она говорит, я, как бы, ответил, вот, то, что знал, мне сказали, чуть недостаточно, как-то, вот, поинтереснее, да, нужно. Элемент такой, что здесь тоже есть такая же история недоверия, да, то есть, линейный персонал, он всегда думает, что на их, как бы, плечах, на горбу, давайте на горбу, конечно. Кто-то въезжает в рай, все правильно, да, я тут вкалываю с утра до вечера, вон у меня руки в мозолях, а они там сидят и всем управляют. Да, 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 и, соответственно, поэтому, когда им начинают... Еще денег больше получать. Да, 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 поэтому, когда им начинают говорить про нематериальное, да, а, условно, у тебя, например, ну, с душевыми проблема, ну, элементарно, да, они начинают говорить, ребят, ну, как... О чем речь? Я не понимаю, какие тут инициативы с мест, вы давайте, как бы, решите наши, вот, вот они, чаяни и проблемы, да, а потом поговорим о высоком, да, то есть, все, и вот эта история, то есть, реально получается, что, вот, у меня иногда реально такое создается ощущение, что очень часто про коммуникацию, про информирование, про умение говорить на равных, на разных уровнях понятным, доходчивым языком, да, вот реально есть такое ощущение. Я думаю, что там сейчас, наверное, не знаю, там, какую-то, может быть, неправильную вещь сказал, крамолу, да, потому что есть масса теорий, как, что и так далее, но вот есть такое ощущение, что при всей, при всех теориях, при всех методах сложно. Да, может быть, есть такое ощущение, есть такие теории, но ты-то человек практики, понимаешь? Да, ну, у меня порой действительно возникает ощущение, что просто нужно поговорить. Да, да. Реально не побояться спуститься, выйти из завода управления, пойти туда, выслушать кучу гадостей, порой. Ну, ничего страшного. Да, ну, как минимум, для начала. Совершенно верно. Спасибо тебе огромное. Ну, и, собственно, сразу давай и продолжать, потому что ты заговорил о заводе нового формата, да, о современном заводе, он даже физически отличается от того, о чем мы говорим. Не, реально так, факт. Вот давай об этом рассказывай. Ну, собственно, да, то, что я за кадром начал говорить, проект, который мы практически реализовали, ну, то есть, там, условно, нам совсем чуть-чуть осталось, какие-то тонкая настройка, да. Проект в Махачкале, Республика Дагестан. Завод находится в 12 километрах от города Махачкалы, в поселке Тюбе, есть такой там поселок, ну, собственно, там планируют развивать эту зону как технопарк, да, и планируют локализацию там ряда производств. По сути, это был первый завод, который там построился, первый. На самом деле, до этого, до этого проекта у нас был опыт в Ростовской области, в городе Азове, да, и Азовский опыт был показательным тем, что мы тоже, по сути, приехали в регион вместе с уважаемым большим брендом PepsiCo, да, и начали тоже делать ту же самую работу по запуску нового завода, вот. И для меня Ростовская область, ну, в принципе, вообще очень показательно и нравится по многим моментам, да, потому что с 2010 года вот прошло 4 года, да, и количество производств, которые там открылись новые, ну, там уже десяток насчитывается, да. За 4 года? За 4 года. Очень активно, очень... А с чем связана вот такая активность, кстати? Я не знаю. Показательно, для тебя показательно. Мне порой часто задают этот вопрос, да, и недавно тут вчера буквально своим знакомым на эту тему разговаривал с коллегой, вот, и, соответственно, мы обсуждали тему системы вообще как таковой, вот, что такое система, да, система, это значит, что ты ее откуда-то можешь взять, поставить здесь, и она так же заработает. И она заработает, да. Вот ощущение, что нет, ощущение, что есть какой-то вот четвертый этот фактор, там, X какой-то, да, который вот, это как мы говорили с ним про систему Станиславского вообще, такую отвлеченную тему, да. Нет, давай, я люблю про систему Станиславского. Да, и пришли к тому, что... Извини, Игорь, да, действительно, очень интересно, но мы с тобой прервемся, сейчас послушаем новости, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня говорим на тему, как найти профессиональные кадры для предприятий. И в гостях у меня Григорий Котомин, генеральный директор компании CG Quorum. Телефон студии 651099,6, код города 495 и сайт компании finam.fm. Это для того, чтобы вы смогли нам позвонить или написать, задать свои вопросы и прокомментировать собственное мнение. Игорь, продолжаем. Да, мы про систему говорили, про систему Станиславского, да. Да, в общем, не буду пересказывать весь наш разговор, мы пришли к тому, что система, понятие такое неоднозначное, да, емкое достаточно, да. То есть, по сути, говорили про систему Станиславского, как некий метод, да, метод, который связан с конкретным человеком, который, собственно, его и начал применять. Достиг в этом, да, определенного уровня. Да, и не факт, что каждый, кто это применяет, способен сделать то же самое, да, потому что всегда есть вот эта привязка к конкретному человеку, который этот метод начал применять, разрабатывать и так далее, да. К чему я это говорю? К тому, что я не знаю, да, в чем специфика Ростовской области непосредственно, то ли это действительно сочетание, там, географического расположения, да. Солнышко, я бы не показал, да, 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 люди другие, наверное, как жизнь воспринимают иначе. Да, соответственно, то ли действительно, там, существенная заслуга команды агентства инвестиционного развития, да, который областью занимается и действительно научился, ну, вот, мне кажется, да, действительно, они научились свой край, свой регион правильно преподносить. Ну, это важно, кстати. Действительно, для инвестора, для иностранных компаний, для иностранных компаний, которые уже есть в России, ну, думают на тему расширения, да, то есть, как бы, ну, скорее всего, да, это действительно сочетание, там, нескольких факторов, и все оно получается, и все оно работает, да, на самом деле. Я уверен, что есть свои сложности, не все идеально, да, но, тем не менее, результаты есть, вот, и, соответственно, то есть, там мы впервые столкнулись с такой историей, что нам нужно было набирать достаточно большое количество людей, там, да, более 200 для современного предприятия, который диктует свои требования, да, то есть, там, например, до этого у меня была другая отрасль, но в этом конкретном случае, да, я впервые столкнулся вот с этим понятием оператора, да, оператор. Вот для нас вообще, что такое оператор, оператор телекамеры, оператор этого, оператор колл-центра, оператор машинного доения, да, то есть, на самом деле, вот, на поточных современных предприятиях, действительно, это одна из самых ключевых ролей, там, да, оператор, оператор чего-то, да, это может быть кусок производственной линии какого-то станка одного определенного, да, или еще чего-то, но вот эта функция оператор, она несет в себе, что это человек, который полностью может этим участком оперировать, ну, по сути, управлять, да, и здесь реально возникают такие моменты, что у нас действительно, у нас в Махачкале была встреча с поставщиками оборудования немцами, да, мы говорим, уважаемые, вот вы поставляете оборудование, да, вот какие вы предъявляете требования входные к людям, чтобы вы могли научить их пользоваться этим оборудованием. Немцы смотрят на нас, говорят, непонятно, повторите вопрос, мы еще раз им говорим, ну, какие качества, вот, что должен уметь или знать, да, говорит, да, оператором должен быть, мы говорим, ну, поймите, ну, нет у нас таких, ну, понятия оператора нету, в принципе, да, вот, кто он должен быть, механик, электрик, инженера с УТП, что у него должно быть, какое умение, да, и реально вот это, по поводу общения и эффективности связи, да, что, как мы можем говорить об ее эффективности, да, когда мы на разных языках общаемся, и это не только с иностранными поставщиками, мы внутри отраслей, я уже не говорю про межотрасли, да, у нас есть какие-то, есть ЕТКС, да, понятия, где вот введены все наименования должностей, это Талмуд, и порой предприятия даже не используют эти названия, потому что у них там другие организационные структуры, они по-другому это называют, и это возникает, ну, просто, не знаю, Вавилонская башня. Ну, смотри, а в сознании немцев вот это, не знаю, куча, куча этих всех названий, да, куча профессий объединено в одно, оператор. Да, то есть, ну, у них это понятная история, потому что у них немножко другая система образования, да, и по-другому это все построено, и для них это понятная история, да, и, в принципе, для них нормальная история, что человек может на этой должности работать всю жизнь, просто повышать свою классность, уровень и так далее, он там не становится каким-то руководителем, еще что-то, он просто, ну, там есть, скажем так, там есть сварщики, да, вот для меня было откровением, там есть сварщики, которые зарабатывают на уровне, ну, менеджера среднего звена, там, какой-нибудь компании, да, он может варить в любых условиях, на высоте, под водой и где угодно, да, то есть, он суперпрофессионал, суперпрофессионал, здесь та же тема, да, то есть, и в Ростове и в Махачкале, там, в дальнейшем, да, то есть, нам пришлось с этими вещами столкнуться, и пришло осознание того, что регион, да, в котором предприятие локализуется, да, по сути, у тебя нет шанса взять готового человека и его поставить, да, в строй, да, то есть, поставить на этот участок, и он будет, там, сто процентов готов, да, и, соответственно, в Ростове мы путем проб и ошибок, да, эти вещи нащупывали, в Махачкале я считаю, что мы более эффективно сразу сработали, потому что уже с учетом, да, как бы этого багажа, который был, какие-то решения предложить нам удалось там, да, и, собственно, реализовать, вот, потому что, например, в Ростове мы пробовали, да, то есть, мы набирали, то есть, у нас, например, там, две смены было полностью людей с опытом, да, мы брали людей, механиков, электриков, там, да, которые на предприятиях работали, еще что-то, смотрели на какие-то их, ну, там, личностные качества, да, чтобы он был там, мог правильно общаться, мог воспринимать информацию, да, каким-то образом, там, оценивали в ходе интервью каких-то центров оценки, которые мы там проводили, а две другие мы смены набирали, вообще интересно, ну, реально, очень много сначала было скепсиса на эту тему, ну, мы дожали, как бы, и сделали это, да, то есть, набирали ребят, которые, например, ну, закончил он Донской государственный технический университет, там, не знаю, Новочеркасский филиал, пищевые аппараты, вот, прям профильный человек, да, по идее, пищевка, да, как бы, вот он должен... — Тот специалист, который нужен здесь, да? — Да, причем, обращаю внимание, это высшее образование техническое, да, то есть, это не специально. — Не ПТУ, не ПТУ. — Да, высшее техническое образование. И, соответственно, по каким-то причинам после вуза не получилось у него устроиться, ну, не брали, потому что нет опыта или еще что-то, да, ну, какие-то были нюансы, человек оказался... — Но для тебя это единственный минус, да, что у него нет опыта? — Для меня это вообще не минус, как раз, я сейчас поэтому об этом и говорю там, да, то есть, соответственно, человек оказался в торговле, да, это еще один момент очень важный. Ребята в регионах, и в Москве, я тоже уверен, в крупных городах, в регионах особенно, да, им вот эта траектория не совсем понятна. Вот вы пойдите там на улицу, спросите, дружище, ты понимаешь, как работу найти хорошую? Ну вот, четкого последовательности действий он не назовет, ну, потому что они действительно не понимают, ну, не сталкиваются с этим, их об этом не информируют, да, то есть, поэтому есть некое замешательство, ну, понятно, ребята теряются, да, и, собственно, идут туда, куда берут. Иногда так получается, да. — Берут, как правило, на позицию продажника, да? — Продажи, да, вот две смены мы формировали практически полностью, из продажи были люди, там есть местная сеть, которая продает различные инструменты, дрели и прочее, прочее, ну, то есть, они хоть как-то к технике тяготели, да, но работали в продажах. — И мы две смены набрали полностью из этих ребят, практически, да, и реально ситуация была такая, что, ну, во-первых, современное предприятие — это, ну, как вам сказать, это определенные скорости, которые требуют очень многого от человека, чтобы вот действительно иллюзий ни у кого не было, это непросто. — Болидом тоже нужно уметь управлять. — Согласен. — Лишь извини, ради бога, прервемся сейчас еще раз, у нас рубрика «Вне времени», послушаем, потом продолжим. — Итак, друзья мои, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня в студии Григорий Котомин, генеральный директор компании CG Corum. Говорим мы на тему, как найти профессиональные кадры для предприятий. Еще раз напомню, телефон студии 651099.6, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Давай, Гриш, продолжаем. — Собственно, я так подчеркну хочу, да, для тех, может, кто к нам только присоединился, я так понимаю, что завод, ну, с точки зрения его кадровой составляющей, с нуля практически вы делаете. Да, получается так. — Да. Соответственно, то, о чем я говорил, да, то есть то, что мы опробовали в Ростове, да, когда мы две смены набирали людей с опытом, да, две смены без опыта, но как бы с профильным образованием, да, можно так сказать. Соответственно, первые три месяца после пуска завода показали, что 25-30% текучести дали люди с опытом. — Так. То есть их что-то не устроило, да? Они имели возможность сравнить уже или что? — Абсолютно, да. То есть они, во-первых, привыкли к определенным ритмам работы, да, во-первых. Во-вторых, они, так как мы брали их, например, с должностей механиков, да, что является более инженерной должностью, да, скажем, ну, инженерной с точки зрения делания чего-либо руками, да, то есть это зачастую там инспекционные, ремонтные функции, да, то есть производство, это тем более вот на поточном предприятии, да, то есть это значит, что ты в смену, ну, максимум у тебя есть полчаса на обед, все остальное время ты что-то делаешь, ты не стоишь. — Это вот на позиции оператора, я так понимаю, да? — Ты что-то делаешь всегда. То есть ты или убираешь территорию вокруг своего рабочего места, или делаешь доналадку, дозагрузку каких-то компонентов, ты всегда занят. — Я предположу, что многим это не понравилось. — Да, да, действительно так. А, соответственно, те ребята, ну, вот те две смены, которые мы брали вот без опыта, да, честно, даже есть элемент гордости, да, потому что мало того, что эти ребята, большинство из них остались в компании, да, и работают. То есть вот за прошедшие, сколько получается, там, четыре года, да, с момента этого проекта, многие уже стали начальниками участков, руководителями смен производственных и так далее. — Вот те из первых, да? — Да, 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 да. То есть выросли. Реально выросли, потому что, ну, для них это понятная история. Они, во-первых, понимают цель, зачем они туда пришли, да, и когда, скажем так, есть потенциал и среда располагает к тому, чтобы ты развивался, да, то есть причем без какого-то искусственного воздействия, да, то есть, по сути, ну, все есть для того, чтобы ты рос. Если у тебя есть желание, ты можешь это сделать, да, абсолютно на равных возможностях, да, для всех, там, участников процесса. Вот, действительно, я не говорю, что все там, да, ну, столько, это просто нереально, да, если все бы там росли. То есть кто-то продолжает работать на тех уровнях, на которые пришел, ну, повышает там свою квалификацию, да, и, соответственно, и заработок в том числе. Кто-то начал расти уже по карьерной лестнице, да, по сути. Ну, то есть, смотри, мысль какая, да, если сравнивать вот этот эффект, что люди с опытом не совсем встраиваются, да, вот в этот, в рабочий процесс. Мне кажется, это не значит, что это невозможно, мне кажется, это вопрос ожиданий, да, человек должен очень четко отдавать себе отчет, да, на что он идет и ради чего он идет, да, и, соответственно, потому что это абсолютно непоказательно, да, потому что, когда в 90-е годы появлялись первые предприятия в Ступино, да, в Подмосковье, ну, в том числе иностранных производителей и прочее, да. Люди, которые приходили, люди приходили с должностей главных инженеров металлургических здоровых заводов, да, на должности операторов в том числе, и все нормально. Нет, ну, ситуация-то иная была, все-таки, мне кажется, потому что люди приходили с должности, уже не имея, как правило, этой должности, они шли в поисках работы хоть какой-то. В том числе, в том числе, да, но я считаю, что это действительно очень, потому что неправильно сказать так, что у них не получилось, потому что условия были неправильные или слишком тяжелые или еще что-то, мне кажется, это вопрос ожиданий твоего настроя, да, и чего ты хочешь действительно добиться там, да, в этой роли. Потом опять, смотри, если мы говорим о неком опыте, да, то есть я какое-то время проработал, я знаю, да, как это выглядит, я уже к этому привык, я пришел в новое место и хочу, вот мои ожидания, хочу того же самого. Да, это действительно то, о чем мы часто говорим людям, когда мы с ними общаемся там в регионах, да, в том числе вот и сочинский проект, который был для нас непрофильный с точки зрения деятельности, как отрасли экономики, да, гостиничный бизнес, но профильный с точки зрения масштаба, ну, массовости проекта, скажем так, да, там приходилось говорить о том же самом. Человеку приходилось говорить, Любовь Васильевна, да ничего страшного, что вы вот этим занимались, вы же хотите работать, хочу, энергии есть, есть, готовы поехать, да, так езжайте, ну, ничего страшного, но вас научат. Ну, смотри, Любовь Васильевна еще по разным причинам, она, ну, она дама, правильно, наверное, все-таки женская психология здесь низко отличается, ну, в том плане, что мужчине легче, да, на что-то новое перейти, а женщине более консервативно. Потом, учитывая, что она Любовь Петровна, наверное, она уже, ну, среднего, да, так сказать, возраста, что тоже уже, наверное, давлеет, молодая девчонка, наверное, скажет, а, давай так. Да, я же вот буквально на эфире до Нового года, я вам говорил, что на самом деле ситуация показывает, что Любовь Петровна более стабильна, как сотрудники, вот еще какой момент есть, тем не менее, несмотря на то, что, может быть, на этапе входа сложнее, вот дальше они стабильнее, ну, действительно так, потому что кто-то, а, что-то я передумал, готов, да, ну, молодая, ну, что-то немножко, конечно, да, и все, и понеслась. Да, соответственно, если возвращаться к Махачкале, да, к Махачкале мы уже подошли более подготовленные, да, нам говорили, да вообще, да тут нереально, не найдете никого. Никого, здесь нет специалистов, конечно. Вообще нет, отрасль вся умерла, все, и так далее, и так далее. Абсолютно оказалось не так, по факту, да, вот это тоже одна история, мне кажется, у нас очень много в голове сидит мифов о регионах, что там так все печально. Причем мифов именно таких, негативных мифов, мы как-то их друг другу насильно прям вот друг другу в голову. Мы проводили первое массовое мероприятие информационное, да, в Махачкале, грызли ногти, потому что, ну, была какая-то ледийная активность, думали, придут, не придут люди, да, строящиеся предприятия, чуть удалено от города, несмотря на то, что есть транспорт, ну, вдруг не поверят, там, и так далее, и так далее. Хотя, в принципе, в регионе достаточно много говорили об этом, да, предприятии, вот, пришло, по-моему, порядка, там, двух с половиной, трех тысяч человек. Был уж квал просто, реально, несмотря на какое-то время было не очень удобное, по-моему, такой ближе к вечеру и выходной день, то есть, несмотря на это, куча людей пришло, да, и, в принципе, мы... А это у вас некое такое информационное мероприятие, да, пытали проанонсировать пытались? Да-да-да, то есть, мы, в принципе, так работу и строим в регионах, да, мы проводим информационные мероприятия, да, но, в принципе, в Махачкале у нас и в Ростове у нас был офис, да, то есть, мы под такие проекты открываем свой офис, прям, непосредственно, в близости к проекту. Нужно по-другому работу не выстроить, да, нужно ближе быть, ну, это к вопросу... Народу, конечно. Вот, и, соответственно, и, действительно, мы здесь правильно сделали ставку, ну, и просто подтвердилась ростовская история, что желающих, на самом деле, много, вопрос правильного отбора, да, действительно. И в Махачкале нам удалось, действительно, построить этот процесс, я считаю, что достаточно неплохо, можно улучшать сто процентов, да, потому что есть такой элемент еще, ну, мы постарались учесть какие-то культурные такие, да, особенности, потому что... Нужно, безусловно. Да, ребята на Кавказе, они, на самом деле, очень инициативные, энергичные и прочее. Есть там, понятно, может быть, молодежь сейчас там меньше настроена на труд, но, несмотря на это, действительно, много желающих, да, кто-то, понятно, работает в коммерции, да, кто-то им там интереснее, может быть, но, на самом деле, желающих работать на производстве масса, да. И, соответственно, на таких проектах всегда есть элемент того, что ты же не всех можешь взять, есть элемент отказа, да, ну, то есть, кому-то приходится отказывать, да, и, ну, понятно, очень часто, особенно в регионах, где, может быть, не так много хороших рабочих мест... Выбора нет. Да-да-да, то есть, это воспринимается немножко, ну, болезненно, да, то есть, как бы, и, соответственно, здесь нужно быть, во-первых, быть максимально объективным, да, и эта обратная связь, она обязательно должна быть. Объективно ты имеешь в виду, чтобы при необходимости объяснить, а почему мы вам отказали. Не просто так, ты нам не подходишь, иди, значит. Да, то есть, соответственно, то, что мы сделали в Махачкале, да, то есть, был тоже, там, разработали мы центр оценки, не буду рассказывать там, ну, составляющие его, то есть, они позволяли оценивать разные параметры, как личностные, так и профессиональные, они, скорее, даже не профессиональные, потому что у многих ребят тоже опыта не было, да, а, скорее, предрасположенность к работе оператором, да, потому что есть очень много таких психомоторики такой, да, то есть, например, ну, человек должен способен, там, следить за монитором, да, видеть изменения какие-то, да. Ну, как раньше, усидчивый должен быть, внимательный должен быть. Да, 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 да. То есть вот эти вещи, они очень важны в этой работе. Там плюс еще есть блок аналитики, нужно уметь работать с цифрами, быть чуть-чуть экономистом, чуть-чуть инженером, чуть-чуть этим. Одним словом, оператором. Вот, и мы, соответственно, сделали все, как делают в вузах. У нас вывешивались листы. По итогам оценки, по определенной бальной шкале, то есть какие-то ребята проходили на следующий этап, кто-то не проходил. Здорово. И, соответственно, кто-то, кто набирал... Кстати, я опять вспоминаю систему Станиславского, потому что абсолютно такой театральный, да, у них есть три тура. Да. В театральный институт, когда поступаешь, три тура. Первый тур прошел, второй, третий, потом экзамены. Да, и, соответственно, плюс ко всему здесь возникала такая история, что кто-то на определенной должности, если не добирал балла, он мог пойти на должность чуть с меньшими требованиями, да, такой резерв уже формировался. Ну, и была такая понятная, прозрачная история, да. То есть почему... Плюс еще сработала, оказалась такая есть тема, что... Там ребята хорошо воспринимают соревновательность. Тот, кто выиграл, потому что он лучше... То есть опять у них где-то внутри, да, да, это культурный... Ты победил, потому что ты лучше. Поэтому я это нормально принимаю, потому что, значит, мне нужно стремиться стать лучше, чтобы я мог в следующий раз победить, да, условно. И реально, в принципе, я считаю, что достаточно эффективно это все прошло, да, то есть сейчас предприятие несколько месяцев работает. Понятно, все прошли достаточно много там этапов обучения. Было и обязательное обучение, которое связано с техникой безопасности и прочими вещами. Плюс был огромный объем обучения от поставщиков оборудования, да. Итальянцы, немцы. Ну, то есть действительно там огромный массив знаний там вложили в голову ребятам, да. То есть, насколько я сейчас знаю ситуацию, да, то есть, в принципе, понятно, есть уже такие же ошибки с ожиданиями, да, то есть какие-то люди выбывают, но нету такого большого процента этой текучести. Мы верим в то, что просто чуть более улучшенный метод по сравнению с Ростовом, вот этот, ну, пока мы верим, да, время покажет. Но нам кажется, что мы вот за счет более тщательного отбора, да, добились того, что эти люди, они более стабильны, да, и они, ну, нашли свое место, назовем так, да. То есть им действительно будет там комфортно, интересно. Кстати, да, опять смотри, Гриш, это не всегда легко, да, вот я пришел устраиваться на новое место работы, и это место станет моим на долгие годы. Это тоже вещь такая, да, очень сложная. Это вообще очень сложная история, да, она для многих сложная, не только для производства, для любой отрасли, я считаю, да. Вот, и, ну, собственно, да, и посмотрим, надеемся, что все будет там хорошо. Плюс ко всему, да, чем уникален еще этот проект, тем, что порядка 60-70 специалистов, они приехали из других регионов. То есть это в основном управленческий состав, управленческо-технический состав, инженерно-технический, да, то есть, в принципе, просто есть такая история, да, на самом деле, если взять завод, вот, почему мы очень много времени последнее, ну, вот, каждый нам проект подсказывает, что нужно реально очень много времени уделять на производственный персонал, линейный я его называю, не низкоквалифицированный, а линейный, да, потому что они реально очень квалифицированные, на самом деле. Потому что, если взять завод, то процентов 20-30 это специалисты и руководители, да, основное тело завода, с точки зрения его населения, да, это производственный персонал, да. И, на самом деле, добавочная стоимость, еще большой вопрос, где формируется в большей степени, да, потому что... Ну, очевидно, мне кажется, где она формируется. Да, то есть, потому что, ну, реально у меня в практике есть ситуации, когда товарищ может, ну, я не знаю, гайку бросить в линию производственную, да, и она встанет, и это огромные потери. Нормально. Да, поэтому... Ну, а он, что у него в голове, у товарища-то этого? После паузы продолжим, да, хорошо. Давайте еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем, продолжаем эфир. К сожалению, последние осталось у нас 12 минуточек. Интересная сегодня у нас тема. Как найти профессиональный кадр для предприятий? В студии Григорий Котомин, генеральный директор компании CG Corum. Телефон 651099,6, код города 495. Гриш, вернемся к разговору. Я вот хотел что подчеркнуть. Смотри, мы говорим, ну, и как минимум в теме у нас заявлено, как найти профессиональные кадры. Ну, опять-таки, если возвращаться к примерам, о которых ты рассказываешь сегодня, то вот это слово профессиональное, оно может не относиться конкретно к навыкам владения профессией, да? Да, абсолютно. А это более широкая какая-то вещь, правильно я понимаю? Да, да. Тут, ну, понятно, да, этот критерий профессионализма, да? Да, это тонкая вещь такая. Да, это тонкая вещь. Если мы его берем так, как он общепринято понимается, да, то есть человек действительно должен обладать какими-то серьезными компетенциями в конкретной профессии, да? Это вот то, о чем я начал говорить. Как раз вот это определенное, там, порядка 60-70 человек, количество специалистов, которых мы привозили из разных регионов, да, они являются профессионалами, потому что это в основном были люди из стекольной отрасли, да, которые знают эту технологию, знают это производство, да, и прочее. Или это были люди, эксперты в сфере технического обслуживания, ремонтов и прочих вещей, тоже работавших на поточных предприятиях, да? Но это уровень, если, так сказать, по этой самой, по лестнице, это уровень высшего и среднего звена, да? Да, это, ну, мы так часто, принята у нас такая градация, то есть если брать N, это директор завода, то это N-1, N-2, иногда N-3, да? То есть когда есть какие-то еще ключевые специалисты, которые туда чуть ниже пробиваются, да, то есть, например, это какие-то инженеры отдела контроля качества, да, то есть тоже есть там свои нюансы, знания стандартов определенных и прочее. То есть на самом деле мы стараемся, конкретно в этом проекте мы старались добиться так называемого вот этого эффекта эхо, да, чтобы в организационной структуре было достаточно вот этих точек профессиональных, которые могли бы свой профессионализм делить очень быстро с окружающими ребятами, да, которые из местных, да, соответственно. Чтобы, соответственно, планомерно потом прийти к тому, чтобы все больше и большее количество ребят могли замещать, ну, должности более вышестоящие, да, расти, то есть внутри предприятий. Поэтому поиск профессиональных, да, если мы говорим вот именно о людях с опытом, да, на самом деле, но здесь стандартная тема, она для, понятно, для производства актуальная, да, но и сейчас, на самом деле для многих других отраслей в том числе, да, таких людей действительно немного, да, их искать, ну, не всегда просто, да, и, соответственно, ну, тоже требует, мы стараемся таким образом это выстраивать, да, то есть мы стараемся, на самом деле мы стараемся поддерживать связь со всеми людьми, с которыми мы так или иначе пересекаемся по каким-то проектам, да, потому что вот это общение с этой, назовем это не экспертное сообщество, с этой профессиональной, с этими профессиональными слоями дает тебе информацию всегда о рынке, о том, что происходит, да, о том, что происходит на других предприятиях и так далее, да, потому что иногда действительно возникают случаи, когда ты добиваешься вот этой пресловутой ситуации win-win, да, то есть когда обе стороны выигрывают, да, потому что иногда бывает, что, например, какое-то предприятие себя не очень хорошо чувствует, там, кризисная, да, какая-то история есть там, да, Например, человек, понятно, заинтересован поменять работу. Соответственно, когда такая история возникает, ну, вообще отлично. Ну, иногда, понятно, иногда то предприятие, которое человек покидает, получает некий ущерб, потому что покидает профессиональный человек, команду. Но зачастую я считаю, что здесь есть плюсы и минусы. Иногда это история, чтобы обновиться. Иногда история для того, чтобы посмотреть на других людей внутри организации, чтобы они могли подрасти. Конечно же, для роста. То есть какое-то обновление, оно все равно должно быть. Я считаю, что, на самом деле, вот эта тема миграции, да, очень важная штука, очень важная, да. И я считаю, что нам реально стоит, нам, бизнесу, государству, да, на это нужно внимательно смотреть и всячески там способствовать. То есть ты хочешь сказать, что стратегически, да, некая программа в рамках России, она может... Я считаю, что это, ну, как минимум, это нужно поддерживать, я думаю, да, потому что понятно, что бизнес, на самом деле, не всегда способен, ну, благо вот Махачкалинский проект, я еще раз говорю, там, да, то есть здесь акционеры очень четко понимали, да, ну, понимали, что для... в регион будет привлечь людей непросто, да, то есть, и, соответственно, нужно какие-то создать условия, да, для того, чтобы это сделать. То есть здесь, например, знаете, я помню, в 2004-2005 этот год был, когда я вот как раз в производственной компании французской работал, там активно избавлялись от социальной нагрузки. Ну, это не профильный для нас бизнес, вот дом культуры — это не про нас, детсад — это не про нас, профилактория — это не про нас, там, и все это, соответственно, обрубали от бизнеса, да, и так далее. Вообще интересная штука. На самом деле, мне кажется, тут нужно очень аккуратно, потому что как на это посмотреть, как это выстроить, да, потому что, например, в той же Махачкале, для сотрудников-приезжих, да, вот, которые релацированы, да, для большинства людей, особенно, которые критично, для них критично нахождение рядом с производственной площадкой, ну, на случай каких-то ситуаций, да, ну, в объеме проекта заложили строительство дома, да, то есть там построен дом качественный, с хорошими, удобными квартирами, мебелированными, очень... Нет, это очевидно. Мне кажется, я хотел как раз вернуться к моему расскажу про французов-то, они все-таки ребята прогрессивные. А чем они мотивировали, да, что там дом культуры не про нас, детский садик не про нас, но они, конечно, понимают, что все это про нас, потому что работники, которые у меня трудятся сейчас, всем этим будут пользоваться. Здесь такой момент, на самом деле, интересный, да, то есть, например, на заводах Volkswagen в Германии, да, есть огромные детские уголки. Прямо непосредственно на заводе. Прямо внутри, да, то есть детские комнаты, детские уголки там, да, и прочее. То есть оно все это есть. Просто решалось, может быть, по-другому, да, более эффективно. Ну, понятно, что в нашем представлении дом культуры, ну, это здание, да, которое нужно эксплуатировать, это деньги там и прочее, да. Но я считаю, что каждый случай, он частный, да, и на них нужно смотреть очень аккуратно. Чего ты теряешь, а что ты приобретаешь, на самом деле, да. Понятно, что бизнес, ну, понятно, какими там вещами руководствуется бизнес, да, то есть есть понятия... Прагматичными, конечно, эффективность, рентабельность и прочее, прочее. Действительно, возможно, я согласен, это непрофильная история, да, и так далее. Но всегда нужно смотреть, что она дает, что она тебе не дает, да, соответственно. И я уверен, что всегда можно, нет нерешаемых задач, есть решения какие-то, может быть, кажущиеся не очень удобными, да. Нестандартными. Нестандартными, да. Вот, то есть, там, элемент того, что из этого можно сделать автономную какую-то историю, да, которая будет с тобой в партнерстве работать, да, и так далее. Или каким-то образом с этим взаимодействовать, построить по-другому экономическую модель и какие-то взаимоотношения, да, то есть, ну, вариантов масса, на самом деле. Тут еще есть момент, опять же, там, да, вот мы говорили об ожиданиях людей, еще о готовности людей, о их, как бы, некой проактивной позиции, скажем так, да. Готовности меняться при необходимости. Готовности меняться, да, потому что та же история, вот, связанная с французской производственной компанией, да, то есть, там, на определенном витке оптимизации и повышения эффективности встал вопрос о том, что здесь ремонтно-мастерской цех, да. Вот, ну, в глобальной практике, да, очень редко эти структуры находятся внутри бизнеса, да, да, зачастую это какие-то подрядчики, да, которые, соответственно, ну, выполняют те или иные ремонтные работы, да, соответственно, у нас это вызвано тем, что, ну, не всегда, например, ну, в принципе, не было понятия подрядных организаций, да, какие-то, ну, были триесты, были какие-то отраслевые там решения, да, и так далее. Ну, вот в современных реалиях, да, например, это то, о чем мы вот за кадром, за эфиром говорили, что появление нового завода в регионе иногда подстегивает появление там каких-то сателлитных, да, бизнесов, по сути. То есть, например, это всегда такая тема, что ты строишь завод, и когда смотришь в округе, например, ты понимаешь, что нету у тебя там, ну, нету поставщиков там клининга, нету поставщиков, связанных с ремонтами оборудования или еще что-то, да. И тут всегда есть такой выбор, да, или создать это у себя внутри, да, или постараться найти кого-то, кто готов будет это создать под тебя, потому что ты ему гарантируешь какой-то объем, да, соответственно, ну, то есть ты больше как-то, вы будете совместно расти и развиваться там, да, по сути. А человеку будет интересно оказывать тебе хорошее качество услуги, потому что ты для него якорный, да, вот клиент, и, соответственно, у него будет возможность как-то еще свои умения, знания и навыки применять вовне, да, тем самым развивая там рынок, да. Вот, и тот пример, о котором я говорил про ремонтно-мастерской цех вот в разносской компании, возник ступор, потому что руководитель этого ремонтно-мастерской цеха сказал, ребят, я вообще не представляю себе, как это будет. То есть вот когда я внутри завода, я понимаю. А если вы меня сейчас переведете на, ну, как бы, на автономную экономическую деятельность, я не знаю, как я буду выплывать, выживать, я вообще не понимаю, ну, это очень страшно. То есть получается, вы меня отторгаете, да, то есть мы все вместе тут были, а вы мне предлагаете... И тогда от этой идеи отказались, хотя вот сейчас я понимаю, да, то есть, ну, вполне возможно, может быть, просто нужно было чуть больше с этим человеком поработать, да, или, может быть, найти ему какого-то еще человека, я не знаю, который бы его на каком-то определенном промежутке времени бы поддержал, объяснил, да, потому что я считаю... Вероятнее всего, это было бы эффективнее, это было бы продуктивнее, конечно. Более чем, более чем, да. Поэтому, да, то есть вот... Вот так вот. Вот так, да. Вот так и происходит. Гриш, смотри, у нас две минутки осталось буквально. Давай как-то подводить уже будем итоги. Ну, и, в принципе, с точки зрения этих самых профессиональных кадров, поиск которым очень часто, да, к сожалению, там заканчивается неудачами, вот с этой точки зрения, да, как бы ты посмотрел на российскую действительность, мы говорим о высокопрофессиональных, мы говорим о, я не знаю, там, каких-то специализированных, да, профессиях, специальных профессиях, о низком, хоть ты не любишь этот термин, низкоквалифицированном труде. Как на российском рынке труда вот это все дело выглядит, на твой взгляд? Ну, выглядит, соответственно, выглядит так, что с этим есть сложности, и постоянная потребность есть, так или иначе, у организации, и, соответственно, в поиске этих людей, да, я считаю, что, на самом деле, ну, поиск, понятно, он всегда будет иметь место, да, и всегда будут люди переходить из-за них организации в другие, это не исключено, да. То есть это нормально? Это нормальная история, да, то есть, но и в этом есть плюсы, да, как мы говорили с точки зрения какого-то обновления, да, преемственности, не знаю, там, использования опыта одних организаций в других организациях, там, и прочее. Я просто считаю, что, на самом деле, то, с чего мы начинали разговор, с точки зрения эффективности, да, я считаю, что предприятиям, бизнесу, да, важно в том числе, несмотря ни на что, да, то есть стремиться к тому, что, да, привлекать можно экспертизу, да, привлекать можно человека под решение какой-то конкретной задачи, да, с каким-то конкретным опытом, да, с точки зрения более такой целостной, наверное, картинки, важно стремиться, что, ну, к тому, чтобы предприятие было самодостаточным, или, например, самодостаточным был бы бизнес, как, ну, например, если это несколько предприятий, да, потому что, ну, я считаю, что не всегда используется возможность именно внутри бизнеса, да, вот этих перемещений там, да, по сути. Спасибо, Гриш, огромное. Григорий Котомин, генеральный директор компании CG Corum, сегодня в бизнес-классе. Спасибо за внимание, всего хорошего. Экспертное радио. Новости. 16 часов столица. В студии Вениамин Белозеров. Здравствуйте. Президиум парламента Крыма предложил...